Вот уже которую неделю в нашей стране действуют ограничительные меры, из-за которых многим предприятиям пришлось закрыться. Под удар попал и автомобильный бизнес, автосервисы, мойки, шиномонтажные мастерские. Некоторые из них приостановили свою деятельность, ну а другие на свой страх и риск продолжают работать. Одних только автосервисов, по данным аналитического агентства «Автостат», в России больше 76 тысяч. И все они из-за пандемии коронавируса были вынуждены закрыться. На сегодняшний день в некоторых регионах запрет на деятельность СТО снят, но не полностью. Станциям технического обслуживания разрешено браться лишь за экстренные случаи, когда обездвиженные автомобили приезжают на эвакуаторах. Но даже с ними возникают проблемы, ведь поставщики запасных частей также ушли на вынужденные каникулы. Те, кто вопреки указу президента продолжает принимать клиентов, рискуют получить солидный штраф от 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 тысяч рублей для предприятий. Но даже это некоторых не останавливает. Они, как и прежде, обслуживают машины, соблюдая при этом меры предосторожности. Мы решили, ну, всякими пособными средствами, типа, беззараживание помещения, постоянно мытье помещения, как бы, не контактировать с людьми, как бы, делать бесконтактные платежи и, думаю, все пройдет. Поначалу было, как бы, немного туго с клиентами, люди неохотно ехали, а сейчас, вроде бы, более-менее, как бы, нормализовался поток машин. На автомойках и АЗС, напротив, посетителей стало меньше. Это сказалось и на загруженности транспортных компаний, которые поставляют на заправки горючее. Объем работы, конечно, снизился, порядка от 40 до 60 процентов, в зависимости от региона присутствия. Но здесь, помимо коронавируса, еще сезонный фактор. Надеюсь, что со временем, когда снизится обстановка пневмологическая, народ все же более часто начнет ездить на дачи и рынок потихонечку восстановится. Сезонность играет здесь особую роль, ведь, как известно, именно на март-апрель, а затем на октябрь-ноябрь приходится пиковая активность в автосервисах и шиномонтажах. Компании теряют огромные деньги. Не пережить этот кризис рискуют до 80 процентов фирм. С просьбой поддержать автомобильный бизнес в трудное время игроки рынка еще в конце марта написали официальное письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Однако ответа на него до сих пор не последовало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!